Когда в спорткомплексе здоровья не протолкнуться, хоть этот факт и мешал активно размахивать руками и ногами собравшимся здесь людям. Тем более, что делали они это в рамках правил, выявляя сильнейших на открытом чемпионате и перенстве Тюменской области по карате Киокосинкай. Состав участников с каждым годом впечатляет все больше. Во многом потому, что воинственный визит в областную столицу наносят не только спортсмены нашего региона, но даже из стран постсоветского пространства. В этом году состав очень увеличился, гораздо чем в прошлые года. В этом году у нас собралось 469 бойцов из разных муниципальных образований Тюменской области. Ну и как всегда традиционно гости наши друзья из Екатеринбурга, из Казахстана и весь север, как всегда. Именно из Свердловской области прибыл самый именитый мастер японского боевого искусства. Правда, в качестве тренера. Наиболее интересным для меня был именно этот вид спорта. Других для себя я не выделил, хотя я занимался параллельно и боксом, и самбо, но карате Киокосинкай для меня показался самым интересным, зрелищным. И для меня он стал открытием. Поэтому я начал его изучать и продолжаю совершенствовать себя именно в этом стиле. Евгений Мамро является двукратным чемпионом мира. На турнире 17 его подопечных защищали цветоклуба «Идущие к солнцу». В роли наставника Евгений уже обжился и ставит перед собой все более впечатляющие цели, наполненные философией, помноженной на личный богатый боевой опыт. Так же, как и в спортивной составляющей, тяжело в начале пути, а дальше уже, если ты делаешь все правильно, растешь, развиваешься, то подстраиваешься под уровень и темп, который задают другие спортсмены. Ты растешь вместе с ними. Это интересно. Это мы растем и побеждаем. Карате – многогранный вид спорта. И зачастую в нем ты сам себе главный соперник. Дисциплина ката именно из этой области. Когда нет соперника, это еще сложнее. Вы его должны выдумать себе. И он не один. Нужно успеть и с первым выдуманным справиться, и со вторым выдуманным справиться. А когда ты дерешься, вот у тебя есть один соперник, и ты видишь, что он делает. И ты можешь предсказать, куда он пойдет. Ты можешь, в принципе, его остановить. А здесь уже совершенно другая работа. Потому что здесь нужно соблюдать и темпо-ритм, и силу, и дыхание, и успокоение, взрыв. То есть очень много критериев, по которым оценивают. Поэтому приходится работать практически каждый день. Времени уходит много. До пьедестала Антону не хватило самой малости. Досадное четвертое место. Но тюменцы без медалей статами не ушли. В различных возрастных категориях победы одержали Вячеслав Матвеев, Артем Кайгородцев, Тамара Бубин, Вера Костина и другие. Они, а также призеры областного турнира, примут участие в чемпионате Уральского федерального округа, который пройдет в конце марта в Новом Уренгое.